Было вчера с четырех утра, если точнее, без трех-четыре. Я просто взял, начался обстрел. И пошли боевые действия. Бомбили по-страшному. Давно инструктаж проводила, что если услышишь, мама у меня старенькая, 87 лет. Я говорю, сразу с кровати сползай, тащи за собой одеяло. И мы среди ночи, это же, ну, под утро, полчаса два утра, мы просто тащили за собой подушки одеяла, вот здесь это все положили. И вот здесь мы провели вот это все. Это мы практически 12 часов мы тут были. Вот она, когда-то она была машиной, а теперь мне только в диске можно открутить и продать. По красе там, да, по 10 человек. Ребята отказались воевать, а потом их начальство говорит, идите воюйте. Без бронежилетов, без касок, без ничего, как можно идти в бой? У нас мальчика одного ранили. А теперь они в заложника, они их не отпускают ничего, сказали, если вы уйдете, мы будем стрелять вам в спины. То есть это офицеры? Да, и сказали, мы, если вы уйдете, то вам грозит уголовная ответственность за дезертирство. Сказали, если не задутся, будут с лица земли. Честно говоря, я всю ночь молилась за обе стороны. Я просто просила вразумить людей, потому что, ну что, навоюют эти бедные ребята, что они навоюют? Еще два заводика Порошенко, я не знаю, мне кажется, это глупо, бессмысленно. Хотя я ребят понимаю, у них выхода нет. Их арестуют, их объявят дезертирами. Людей было убитых очень много. Это неправда, что там 10 раненых, там 8 убитых. Людей было очень много. Около сотни. И там было много и здесь. Звук старого. Я говорю, мама, ты думала, что ты доживешь до Второй войны такой полномасштабной? Я ее сегодня домой везу. Таксист отказался ехать прямо к дому. Он побоялся. Я его понимаю прекрасно. А сейчас только мы пришли домой, слышим, опять намечается бой. И опять поволокла ее к своим друзьям, товарищам туда подальше. Это кошмар. Начнется бой, будем убегать.